От плюс 30 до плюс 20 градусов с ветром такой температурный скачок пережили пермики на прошлой неделе. Да и сейчас не все еще поверили, что жаркое лето ушло от нас. Кто-то до сих пор в шортах, а кто-то уже и в плаще. Любые перепады сказываются на здоровье не самым позитивным образом. Народ не успевается быстро перестроиться и правильно одеться в холодной погоде. Хотя на Урале типично мы с утра выходим в шортах, к вечеру идем домой, видим, что все уже в куртках. То есть мы достаточно быстро перестраиваемся. Это, по сути дела, стрессовая ситуация. Но мы можем переохладиться и в жару. Когда мы заходим в кондиционированное помещение из жары, а в помещении у нас 20 градусов, и кондиционер дует непосредственно вам в лицо, вы, безусловно, можете переохладиться и заболеть. Точно так же вы, не перестроившись под прохладу, привыкнув к жаре, можете простудиться, выйдя на улицу в одежде не по погоде. Вы с элементарным парадой, если вы не накинули куртку, а ноги замерзнут утром, когда на улице еще плюс 6, а вы в босоножках. В группе риска старики, дети и люди, которые страдают хроническими заболеваниями, они, безусловно, подвержены большему риску при таких ситуациях. Мы встречаемся с несколько разными болезнями в зимний и в летний период времени. Мы отлично знаем, когда пациентов идет меньше, когда идет больше. И, к сожалению, лето – это не период спокойствия для врачей. К нам приходят пациенты, но с другими простудами. Весной, зимой и осенью простуды чаще всего вызваны тем, что иммунитет человека снижается, и его организм легче поражает вирусы, а затем люди заражаются друг от друга разными видами простуд. Летом – это период, к сожалению, именно простудных состояний, не столько вирусных, сколько простудных, связанных с переохлаждением, связанных с переохлаждением во время купания, связанных с проблемами со стороны ушей после купания. То есть поток пациентов, к сожалению, не уменьшается, хотя хотелось бы надеяться, что люди в летний период восстанавливаются и становятся здоровее. Специалисты советуют, пока не наступил период дождей, старайтесь больше гулять и двигаться, ешьте сезонные фрукты и овощи. Особенно полезны те, что вы вырастили сами. И сохраните позитивный настрой. Так ваш переход из лета в осень будет гармоничнее, а все простуды обойдут вас стороной.